Типа, Сталин построил ГУЛАГ для того, чтобы скрыть тайну про то, что криптославяне молились каким-то оборотнем. Ты такой думаешь... Продолжай, продолжай. Всем привет, меня зовут Алексей Гладков, я автор канала Mobile Developer и уже около 10 лет занимаюсь мобильной разработкой. И сегодня я расскажу вам о том, кто такой мобильный разработчик. У меня образование специальное, у меня техническая вышка, при этом университетская. И там, ну понятно, одногруппники, они, как обычно, это в университетах бывает, часть из них пошла не по специальности, даже, я бы сказал, большая часть, а кто-то пошел по специальности. И один из них, вот так получилось, что это мой лучший друг, я тогда занимался музыкой, и у нас группа, в общем, начала уже скатываться вниз. И вот он появился, я ему пожаловался, что так и так, я теперь не знаю, что делать, у меня дело, жизнь развалилась, как бы там все дела. И он, короче, приходит как-то раз, говорит, у меня есть заказ один, я знаю, что ты любишь интерфейсы, действительно, когда я еще писал лабы, я очень любил кнопочки все там выровнять и так далее. Он говорит, давай ты возьмешь часть Android, iOS, и тогда еще Windows Phone живой был, вот. А с меня там сервер и все остальное. Ну и так мы на этом договорились. Тут еще очень удачно вышло, что у меня жена вернулась из Америки с новым макбуком, и я поэтому мог и iOS-приложение сделать, и Android-приложение сделать. Кстати, до того, как она вернулась, я какое-то время на эмуляторе работал, это очень жестко было. Я писал что-нибудь, запускал компилироваться, уходил чай наливать, потому что 10 минут примерно надо было подождать, пока это компилируют. На компе с 4 гигами оперативы это где-то 10 минут занимало примерно. Это очень медитативный процесс. Самая по себе разработка – это лучшая медитация, которую можно придумать. Ты вообще ни о чем не думаешь, у тебя мозг занят максимально, ты, как сказать, никуда там в сторону мысли не уходят. То есть ты вот как это учат, знаешь, в медитациях здесь и сейчас, вот то же самое, в разработке. И поэтому очень медитативная такая история, и это меня отвлекало от тех проблем с группой, которые были, потому что это примерно на стыке все происходило. То есть вот эти вот мысли, которые у тебя все время в голове крутятся, как я буду дальше жить, а что я буду делать, а чем я буду деньги зарабатывать, и так далее. Ты садишься писать, и у тебя все это вот так вот улетает, и ты просто кайфуешь, короче. И да, вот именно поэтому было кайфово. А потом еще и деньги стали появляться вообще, вообще кайфово стало. Нет, я не могу, я барабанщик, и что бы я ни включил, я начинаю через некоторое время, там, какие-то ритмы, еще что-нибудь, я не могу. Я включаю говорящие головы, вот как вот мы с тобой разговариваем, примерно такие же интервью. Они что-то там говорят, 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 и я научился это не слушать, а оно просто вот шум забивает посторонний, они что-то говорят, а я сижу, пишу. Ну, то есть только радио? Ну, как радио, о, радио вообще, да, идеально. Подкасты, их такое количество поназаписывали, что можно на любую тему включать, ну, главное, чтобы тема, и люди хотя бы немножко, знаешь, там, голосом владели, там, какие-то паузы, стенды, чтобы это интересно слушать было. Некоторые подкасты включаешь, там такое ощущение, что микрофон где-то сзади подставили, и через голос так вот пишут, короче, такой вот примерно звук. И темы такие тоже очень интересные, такое нет, такое даже фоном слушать не получается. А уже в книге? Нет, у книги тоже есть какой-то сюжет, вот важно, чтобы ничего не отвлекало, то есть вот эти вот говорящие головы, они на какие-то темы говорят, и, ну, там не прослеживается какой-то картину, типа вот сюжета целенаправленного. А если ты книгу слушаешь, то есть ты там выпустил, не знаю, там, страниц 30, то ты вообще не понимаешь, что происходит. То же самое с сериалами всякими, я могу смотреть сериалы фоном, которые я уже видел, потому что, ну, там тоже можно пропустить, хоть 7 серий, да, ты все равно поймешь, о чем речь идет. Ну, нет, все это началось еще раньше, я учился в школе, у нас был классный преподаватель, Олег Анатольевич, здравствуйте, если видите. Он нас, так сказать, на фриланс некий поставил, и мы писали на джейс всякие скрипты, вот, и это была такая проба пера определенная, у меня, тем более, отец тоже инженер, и я с детства помню, как он сидит там, что-то пишет там, по ночам. А потом в университете, ну, понятно, там были всякие операционные системы, теории игр, прочие такие предметы, где научили в том числе и писать код, сложный достаточно, причем нам давали базу по всем практически языкам, там, от C++ до Java, JavaScript тоже, просто C, Pascal, Delphi, то есть много-много разных языков, и там меня научили, да, писать, причем особо независимо от того, под что ты пишешь. В общем, то есть сейчас есть такая тема, что андроид-разработчики, они вот, мы только андроид, или там iOS-разработчики, мы только, фу, мы не будем писать ваш андроид, для меня это странно, как для человека вот с высшим техническим образованием, потому что ты мог, не знаю, на паре писать C++, да, потом прийти на следующий, и там будет Delphi, вообще нормально, никаких проблем не вызывало. Ну, то есть переключаться между языками, это прикольно, или это просто, ну, иногда нужно? На мой взгляд, нужно, во-первых, потому что все равно немножко устаешь от однообразности, например, тот же Android, iOS, я изначально писал и под Android, и под iOS, потому что я не видел в этом ничего такого, ну, потому что я в университете так делал, и под Windows Phone еще, а потом я узнал, что это оказывается редкость, что большинство андроид-разработчики только Android, iOS, разработчики только iOS. И я так очень долго продолжал Android, iOS, и у меня постоянно бывает, ну, там, на iOS, у каждой платформы есть какие-то свои проблемы, там, у Android свои, у iOS свои, и ты вот с этими проблемами на мышц, думаешь, да, закрываешь, короче, идешь iOS писать, отдыхаешь, потом можно обратно свечнуться, если устал. Да, ну, то есть тут такое, мне кажется, типичное разделение, надеюсь, меня никто не убьет, что Android такие орки, а iOS это эльфы, со всеми вот вытекающими, там, там манерность, надменность, типа, фу, это ваш вот этот Android, фу, господи, пахнуло Androidом тут, а там, с другой стороны, наоборот, подколы из разряда, ну, как вам там без Apple Pay теперь живется, короче, и все такое. за такое прочее, там, стержень этого, Тима Кука нигде, там, вам не мешает, короче, ну, такие вот, мне кажется. Айфон о бояре. Айфон о бояре, да, да. Ну, вообще, Xiaomi это топ за свои деньги, то есть это известный факт. О, эта вот идея очень опасная, я начну с далека. Вот чем отличается разработка сейчас от разработки 30-50 лет назад? 30-50 лет назад любая роль современная, будь то QA, какой-нибудь системный аналитик, даже продукт-оунер там и так далее, это все были инженеры с небольшой такой специализацией. Ну, грубо говоря, вот мы в команде все шесть инженеры, но сегодня ты как бы продукт-оунер, завтра я продукт-оунер, и вы вот так вот, ну, меняетесь. Потому что любой из вас может любого реально заменить. Это связано в том числе и с тем, что люди знали все языки программирования, их-то не так много, правда, было, ну, в общем, ну, они и труднее с другой стороны были. То есть это все были инженеры. Инженеры. Сейчас продукт-оунер с инженерным образованием, который может сам программировать, да и так все морон, я таких, ну, типа, практически не видел. То есть там какие-то, может, базовые знания где-то есть, но если его посадить, писать там код, да, на Android, на iOS, он, скорее всего, не справится. И это создало, ну, у наших любимых курсов, которые тебе рассказывают, что вчера ты борщ готовил, сегодня ты уже можешь быть программистом, они под это подводят базу. Какое-то время эта халява существовала, то есть ты действительно мог, ну, скажем так, не за очень большой срок, да, вкатиться на достаточно большую зарплату. То теперь из-за вот этого вот ощущения, что там кто угодно может быть программистом, просто вал людей, и мы получаем ситуацию, когда, ну, максимум я видел 7 тысяч откликов на одну вакансию. То есть это, ну, понятно, что там большинство из них мусор, но вы просто, ну, как бы, к зрителям, да, с другой стороны представьте, вот какой-нибудь там, вот я лид разработки, да, я сижу. Ну, HR, он объективно не может оценить, хороший это кандидат или это плохой кандидат. Конечно, можно там какой-нибудь скрининг интервью сделать, так Google, например, делает, да, но у них уже объемы прям совсем такие. Вот, он, скорее всего, не сможет. Он приходит и вываливает тебе вот эти 7 тысяч резюме, а тебе надо, ну, как бы, тебе надо код писать, там, pull request смотреть, еще куча дел заниматься. Но ты объективно отсмотришь там, до первого нормального скажешь, о, вот этого бери, а всех остальных вот так вот. То есть просто, ну, огромное количество. И насчет того, что кто угодно может быть, двоякая история. С одной стороны, наш мозг пластичный, его действительно, наверное, можно научить чему угодно. С другой стороны, объективно, у нас есть склонности определенные, то есть кто-то склонен к, не знаю, там, к активным. Вот я, например, я могу сидеть на месте, так с детства было, часами, даже, наверное, днями, например, сидеть, читать книгу. А кто-то, он физически не может, ему, ну, он будет хотеть, там, пойти побегать, еще чего-нибудь. Это определенные склонности. Поэтому технически, наверное, да, кто угодно. В реальности, у кого угодно, это может, там, лет 10 занять. Ну, и, как бы, надо, а ну, тебе... Есть шутка про Senior Stack Overflow Developer. Вот. С коллегами когда-то общался, там, с зарубежными, короче, у них это прям вообще очень популярно, потому что мы про это не очень понимаем, но вот во всем остальном мире очень много программистов из Индии, которые есть, безусловно, я сразу скажу, есть очень талантливые люди. Но огромная масса, это вот те самые Senior Stack Overflow Developer, которые там, не знаю, там берут, вставил. Я такие конструкции в виде лацки. Вот. И такие насчет того, что нужны, ну, какое-то время они были нужны. Вот я говорил, что какое-то время была халявой, какое-то время в том числе и такие разработчики были нужны. Но, продолжая твой ряд, библиотеки, прости господизирую кодинг, и какой-нибудь вот сейчас чат GPT появился, буквально несколько дней назад. И, да, нейронка вот эта, которая пишет за тебя код, которая прошла недавно собеседование на, что-то там, синер питон какой-то, ну, в общем, вообще, причем, ну, она давала ответы меньше, чем за секунду. То есть, чем человек писал на естественном языке задание, как и на обычном собеседовании, она им выдавала ответ меньше, чем за секунду. И, соответственно, ну, это вот первые кандидаты на замену нейронками, потому что, ну, какое-то время, да, нужны были формошлепы, потому что просто, ну, вал бизнеса, ему надо деньги, ему, в общем-то, по большому счету, по барабану, квалифицированный. Наоборот, чем меньше платишь, тем лучше. И они закрывали какую-то определенную потребность. Сейчас таких людей стало нужно резко меньше, а в ближайшее время, я думаю, что это и первые кандидаты на вымывание всеми вот этими копайлотами, нейронками и прочими помощниками. В нашей профессии очень быстро все меняется. То есть, объем данных, которые тебе приходится переваривать практически каждый день, он огромен. И вот такие люди, они всегда остаются на плаву, то есть, которые будут нон-стопом обучаться, там, допустим, ну, конъюнктура рынка меняется, например, сейчас iOS-приложения, да, мы все видим, что там апки выпиливаются из App Store, iOS-приложения идут на спад. Что делать вот это вот горя iOS-разработчиков? Ну, как это, в Старкрафте было, выживай, адаптируй, там, меняйся и так далее. То есть, у тебя есть только одна возможность, да, это взять, например, пойти выучить Android. А это, ну, сложнее, чем кажется, то есть, тебе все равно нужно большой объем данных через себя пропустить. А есть люди, которые по этому поводу вообще не парятся, вот вообще. Они когда-то, когда какой-то максимум получили, сели в компанию и какой-то, ну, и там сидят, работают, 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 работают и вообще не развиваются. Ну, вот таких людей, да, вызывает ощущение, что, чувак, ну, да, как бы даже не меняй профессию, просто тебе рано или поздно вот такие нейронки заменят и все. Революционно, как? Да, да, просто, просто естественном отборе проиграешь, потому что играл в естественный отбор и проиграл, как говорится, да, вот. Ну, безусловно, деньги. То есть, сейчас разработчики уровня senior, это люди, которые получают очень много денег. По сравнению с какой-нибудь средней медианной зарплатой, это просто архимного денег. Это не то, что основное, и это большая ошибка начинающих людей, которые такие, о, 500 тысяч, еще и убивать никого не нужно, класс, я. Как говорится, готов через все пройти, а потом выясняется, что все-таки не готов, потому что работать там года два-три без перспективы, без вообще какой-то оплаты и так далее, чтобы тебя взяли на стажера и, может быть, лет через пять ты станешь вот тем чуваком, который получает. Это, конечно, классная перспектива, речи нет, о многих профессиях и такой-то перспективы даже нет. Но, как выясняется, там начинают заедать сомнения из разряда, а получится у меня, не получится, там жена начинает, или там родители подпиливать, сидишь за своим компьютером там целыми днями, без толку пошел бы, лучше там на работу устроился, вот. Деньги – это все равно очень мощный фактор. Потом, ну, мне в принципе, то есть у меня, видимо, какой-то инженерный склад ума, или как это правильно сказать, то есть, в принципе, нравится вот сидеть, что-то ковыряться. Разработка, разработка, зрители наши дорогие, это бесконечное боли и унижение, запомните. Вас будет унижать компилятор, студия и вот везде, где вы пишете, у вас все время будет что-то не получаться, все время. Это вот с каким ощущением можно сравнить, вот представьте, что, если вы, допустим, вот вообще никогда не касались там компьютера и что-то такого прочего, но у вас все равно есть какой-то телефон наверняка там и так далее, представьте, что у вас, например, вы пользуетесь каким-нибудь телегой, а она у вас в один день там не работает. Вот вы ее запускаете, а она падает, и вы не понимаете, почему, и вы не понимаете, как это исправить, и вы даже не знаете, у кого совета спросить. Это вот ежедневная ситуация в разработке примерно. Тут нужен 100% специфический склад характера, то есть не у каждого человека на это хватит терпения. Мне нормально, то есть я люблю сидеть, не торопясь там, ковыряться, ну так попробую, потом похожу, подумаю, там чай попью, о, может так еще попробовать, вот так попробовал. То есть мне это нравится, разноплановая профессия, то есть это, наверное, можно сравнить с каким-нибудь юристом. В разных бизнес-отраслях работаешь, ты можешь работать в строительстве, можешь работать там где-нибудь на ферме, например, можешь работать в условном там Яндексе или Тинькове, то есть и каждый раз тебе придется подтянуть, ну, помимо знаний программирования, вот ту бизнес-сферу, с которой ты работаешь. То есть тебе придется немножко стать банкиром, немножко стать юристом, немножко, ну и так далее. Такие, наверное, я бы плюсовые дела. Ну, сейчас, мне кажется, спасибо курсам уже объяснять не нужно. Сейчас скорее эти родители сами такие, давай-ка, разработчики, вон у Гали, это сын, в банке работает по 300 тысяч в месяц получается. Вот тут объяснять, как правило, не нужно. Язык, денег, он такой понятный всем, без исключения. Тут скорее наоборот, нужно, наверное, будет объяснять, что там типа не ждите быстрых результатов, да. Скорее, вот я бы, наверное, из разряда, чтобы самому себе объяснить, чтобы вот сам я понимал, да, чем я буду заниматься. Ну, будешь сидеть за компьютером целыми днями и ночами, не вылезая вообще, и что-то читать, что-то изучать, тыкаться, тыкаться, пробовать, пробовать. То есть метод такой проб и ошибок, то есть вот примерно такая профессия. Но при этом у тебя, я очень люблю эту метафору, что разработчик, он создает целые вселенные, прям вот целые миры. Это вот в детстве, если вы увлекались, возможно, каким-нибудь Мстителями сейчас, раньше, я когда маленький был, я увлекался больше там Жюль Верном и такими книгами. Вот, и мне казалось, это невероятно круто. Вот я могу создать мир, создать вселенную со своими правилами. То есть я это могу сделать своими руками, буквально. То есть я когда, помню, первое приложение запустил у себя на телефоне там, на андроиде, вот, я такой, нифига себе, это я могу вот что-то написать, и вот оно будет запускаться, как все остальное там. То есть это вот умение создавать целые миры, это сложно, безусловно, потому что, как мы знаем, нашему Всевышнему тоже, наверное, было нелегко, когда он целый мир создавал. Но это вот того стоит, именно с той точки зрения, что ощущения потрясающие, как будто ты новую жизнь создал, мне кажется. Да, сто процентов. У меня даже видосики есть на канале, где я, собственно, про это рассказываю, что надо обязательно идти в ВУЗ. Почему? Потому что вот эта вот ситуация с 7 тысяч резюме на одно место, она приведет в итоге к тому, что, как вот в свое время были все шли на юристов и экономистов, и их в один момент стало огромное количество, и теперь там зарабатывают только те люди, которые являются суперспециалистами. То же самое произойдет с программированием. И вот, чтобы стать суперспециалистом, тебе желательно готовиться к этому, ну, сильно заранее. То есть истории из разряда мне 45, я тут решил стать программистом, они, наверное, будут в единичных прям экземплярах, ну, вот прям реально в единичных. А скорее всего, да, ты просто не вывезешь конкуренцию с человеком, который пошел в ВУЗ, отучился, получил системные знания, скорее всего, начал работать еще в курсе там на втором-третьем, на кафедре где-нибудь, потом его там в какую-то компанию стажером поставили. Вот я помню фильмы смотрел где-то в начале нулевых, очень часто был такой в кино такой стереотипный персонаж, герой, который бьется за стажировку в какой-нибудь крупной компании. Фильм «Бесчувств» есть, вот, известный, да, там чувак, короче, бьется за стажировку в известной компании. Для IT еще лет 5 назад это было что-то невероятное, тебя и так с руками отрывали, какой там биться. Сейчас уже люди бьются натурально, а еще лет через 5-10 это будет вот реально, ты должен пойти, отучиться в престижном ВУЗе, потому что тебя без ВУЗа даже рассматривать не будут просто, то есть, ну, ты, зачем, таких как ты еще там 3 миллиарда, как бы, это хотя бы какой-то фильтр, по которому можно срезать. То есть престижный ВУЗ, хорошие рекомендации с кафедры, да, там какие-то работы стажером, и только после этого ты начнешь получать много денег. Вот, поэтому обязательно ВУЗ, это первый момент, а второй момент, это все очень всегда строится на людях. Любая идея, ее можно сделать хорошо, а можно сделать плохо. И идея высшего образования, она отличная, но многие преподаватели, которым там по 80 лет и так далее, они вот своими персоналиями делают плохо. Почему, объясню. Ну, допустим, приходит человек вот в ВУЗ, я прям по себе помню, и тебе преподают, например, какую-нибудь физику. Ну, и ты такой думаешь, блин, какая, ну, стоит какой-то дед, ему 60 лет, ну, что-то там бормочет у себя в доску, короче, его еще слушать надо, записывать за ним. Нафиг оно мне надо, вот где мне в жизни пригодится какой-нибудь интеграл, или где мне в жизни пригодится какой-нибудь там, ну, не знаю. Хотя сейчас вот смотришь, да, после этого люди верят, что земля плоская, поэтому в чудесном мире таком нарнии живут, как бы. Ну вот, думать, где пригодится. А в реальности, что в физике, что в математике, которая лежит в основе программирования, да, если вдруг кто не помнит, что в самом программировании. Например, концепция функционального программирования родилась в 56-м году. Сейчас это хайп, это прям вот пик моды в плане разработки, в 56-м году родилась. То есть там за 50-60 лет фундаментально ничего не изменилось, но тебе этого никто в ВУЗе не объясняет. И ты такой, типа, сидишь, думаешь, господи, нахрен мне все это учить, мне все это вот, тут девочки, тут как бы можно бухать, тут столько интересных занятий проходит, а мне нужно съесть это учить, учить, учить. А потом проходит 6-7 лет, ты приходишь на работу, дорастаешь до медла, до синера, и такой, а, вот зачем надо было учить. Вот, и это невозможно объяснить тому тебе, который учился в ВУЗе. Тут можно только на слово поверить. И самое большое упущение, что в ВУЗе этого никто не объясняет. Тебе просто дают сырые знания, если ты достаточно умный или достаточно терпеливый, чтобы их усвоить, или понять, зачем это нужно, это одно дело. А если ты, как сказать, недостаточно умный или терпеливый оказался, ты потом кусаешь локти. Поэтому в ВУЗ, мне кажется, прям по-любому надо идти, если ты вот именно со школы идешь. Ну, я не могу не отметить свой родный город, а именно Томск. Я там заканчивал Тусур. Вот, и там есть политех, он сейчас какое-то 5-е или 6-е место занимает в топ-100 российских вузов. То есть это у нас по-прежнему очень сильная математическая школа и физическая, поэтому вот эти все приколюхи, что типа надо ехать там в Оксфорд, какой-нибудь Кембридж. Там потом люди так неиллюзорно офигевают от знаний, которые люди наши привозят до сих пор, несмотря на то, что система образования медленно, но верно деградирует. Не обязательно куда-то ехать, если ваша цель это именно знания, а не просто там престижный вуз, какой-нибудь корочка и так далее. Потом это ИТМО, безусловно, наверное, из вузов технических. Ну, понятно, там МГУ, Бауманг, Бауманг обязательно. По-моему, самые лучшие безопасники оттуда выходят, ну вот именно по софту, если говорить. Ну, и так смотрите на вузовские предметы, и там должна быть теория игр, теория вероятности, дискретная математика, операционные системы, теория информации. Ну, вот так что-то в голову ничего сходу не приходит, ну, вот эти пять предметов точно, но, скорее всего, это еще что-то типа того. В мобильных приложениях нет, ты сидишь, кнопки красишь, шлешь запросы на сервер, и все, вот вся твоя работа. Ну, если говорить про типичное приложение, понятно, что есть приложения гораздо более сложные, взять какие-нибудь там Яндекс.Карты, попробовать сделать графический движок, ну, вот этот вот картовый, ты там просто, там, такие математические знания нужны, что как бы. Математика помогает в другом смысле, то есть я когда слышу из разряда, что нафиг мне математика, я же не буду использовать интеграл в реальной жизни, хочешь спросить, а часто ли ты в реальной жизни носишь гантели, вот, ну, ты же ходишь в спортзал при этом, да, там, поднимаешь их зачем-то, штанги какие-то. Вот ты часто выходишь на улицу на мороз, да, и поднимаешь 30-ти там или 100-килограммовую штангу. Я думаю, что нет, но ты качаешь мышцы, они потом тебе нужны для того, чтобы там, не знаю, перед девочками красоваться или просто там силу, да, там, уважуху у пацанов и так далее. Вот, то же самое здесь, ты качаешь мозг для того, чтобы потом решать, ну, для того, чтобы у тебя было широкое мышление. Я здесь скажу, что я не могу отвечать за, ну, прям, все компании, да, я буду говорить только про себя, но сопроводительное письмо, во-первых, я не помню, чтобы его хотя бы раз тот писал, вот, а во-вторых, я бы его все равно не стал читать, потому что, ну, словно, когда-то там реально 400 резюме, какое-то сопроводительное письмо, а ты вот так сидишь просто, примерно вот так листаешь, это все. Вот, а так, что может зацепить? Ну, допустим, какой-то необычный опыт, ну, часто бывает, что люди из соседних сфер переходят в мобилку, например, есть МБД от электроника, которая в России почему-то не так хорошо оплачивается, как, например, та же мобильная разработка. Ну, я могу понять, почему, потому что мобильная разработка, она приносит бабло, а МБД от электроника бабло не приносит, поэтому такие вот дела. Вот, и часто очень многие люди, устав от того, что там им приходится, несмотря на то, что у них опыт в плане вот, ну, вот этой вот синерности, ты просто берешь человека, который пришел из МБД от электроники, собеседование проводишь и ставишь рядом с ним какой-нибудь синер-андроид, и вот тот синер-андроид, как в том меме, да, где собачка вот такая есть, и вот этот синер-андроид такой сидит, по сравнению с ним. Например, такая вот история, то есть человек из соседней профессии пришел и пришел из профессии более сложной к более простой, потому что мобильная разработка, она все равно простая относительно каких-то других. Я понимаю все нюансы, то, что в бэк-энде есть там крудашлепы, которые ничем не отличаются, сидят одинаковые, круды клепают просто и все. Но, тем не менее, то есть какой-то такой интересный опыт из соседних сфер. Обычно мы даем для отсеивания тестовое задание какое-то, ну, я стараюсь давать, потому что по-другому отсеять там, ну, допустим, есть у тебя 20 более-менее подходящих кандидатов, но не очень сложно, не из-за того, что его там типа неделю надо делать, чтобы буквально там 5-6 часов, может даже меньше потратить. И будет понятно по код-стайлу, как человек, ну, мысли, да, примерно и так далее. То есть это очень, гораздо лучше показывает. Часто, если есть такая возможность в компании договориться, где я работаю, то я прошу прям на вход тестовое выставить. То есть резюме должно быть вместе с тестовым сразу же. Цель тут не в том, чтобы человек очень много времени потратил, как раз вот этот вот увидеть образ мышления. Ну, совокупность факторов, наверное, сколько возраст, какую вышку заканчивал, какие, может, проекты есть. То есть все, в зачет идет все вообще. Плюс, если, например, человек сделал 3-4-5 тестовых проектов, то, наверное, от него можно ожидать какой-то уже, какого-то, ну, там, насмотренности, опыта и так далее. Хотя, конечно, бывает, что и за 5 проектов человек вот как говнокодил вначале, так и говнокодит по-прежнему. Поэтому, да, пед-проекты можно посмотреть на предмет код-стайла. Ну, вот, я всем говорю, что часто очень меня спрашивают, типа, идет ли в зачет опыт, там, условно, в бэкэнде, например, если ты в мобилку. Я говорю, что сам по себе опыт, конечно, не идет. Но, если вы, вот, пока работали бэкэндером, или пока делали пед-проект, или пока учились в универе, накопили знания, которые вам на собеседовании, ну, помогут ответить на вопросы, то, конечно, да. С этой точки зрения у вас будет преимущество перед теми, кто ничего этого не делал. Мы же живем при капитализме, поэтому рыночек все решает. Соответственно, если у тебя в ряд выстроилось 10 хатхантеров, которые тебя зовут, каждый тебе на 100 тысяч больше, да, предлагает, то, наверное, ты не будешь тестовое делать, скорее всего. Если ты сам отослал 100 резюме и тебе, дай бог, там, на 101 кто-то откликнулся и такой, ну, только тестовое задание выполни, то ты побежишь его делать, роняя тапки, как говорится. Ну, и тут дальше баланс начинается, то есть, насколько ты хочешь туда попасть, насколько сложно само тестовое задание и так далее. То есть, и в итоге у тебя в голове где-то этот баланс выстроится. То есть, если тебе нужна работа, я как-то помню, в комментарии видел, там, девушка писала, что я, говорит, три работы уже сменила, нигде меня не учат, ментора не выделяют и так далее. Я такой думаю, ну, там, типа, я Джун, я такой смотрю на него, типа, люди по 100 резюме, ну, типа, в 100 компаний отсылают, им вообще даже не отвечает никто. Даже термин специальный зумеры придумали, гостинг называется для этого, ну, типа, что никто не отвечает. А ты сменила три работы и тебя, типа, не устраивает то, что ментор есть. Воистину, у кого-то жемчуг, да, мелок, у кого-то там, нифига себе. То есть, вот, видишь, баланс у каждого свой. Ну, Тайзен есть операционная система, есть операционная Harmony OS, есть операционная Aurora OS, ну, и сейчас, вот, еще недавно Касперский свой выкатил, но ничего не показал, правда. Есть, например, есть, например, KDE Mobile. Смотря что считать динозаврами, ну, то есть, если считать, что они старые просто, то редкие, да, но, да, безусловно, то есть, 99,9% рынка девайсов контролирует Apple и Google. Они, там, где-то 20 на 80, такой пропорции делятся, и очень сильно упрощая, может, 30 на 70, ну, где-то так вот. И они контролируют, по сути, весь мировой рынок, вообще, неважно, в Китае, в Африке, в Америке, в Европе, в России, там, неважно, ты везде встретишь Apple и Google. Ситуация сильно меняется, мы живем в время таких, там, так, радикальных перемен, и, с моей точки зрения, я не могу предсказать, куда все двинется, но, вот, если все будет двигаться так, как сейчас двигается, то мы, безусловно, выйдем на сегментацию, как интернета, вот, глобального, то есть, его не будет глобального, будет, там, Китай со своим Вичатом, у нас какой-нибудь Рутюб, да, там, у американцев свой, и даже европейцы рано или поздно тоже сообразят, что им нужно что-то свое придумать, вот. То же самое будет с операционными системами, то есть, параллельный импорт, это, конечно, замечательно, но телефон без сервисов, без экосистемы, он ничего не стоит. Если, например, у тебя везде будет работать только Мирпэй, да, а Аврора, например, будет единственным телефоном, в котором этот Мирпэй работает, то тут рыночек порешает очень быстро, потому что до простому человеку все эти ваши, там, бренды, айфоны, андроиды, да ему, в общем, до узды, да, ему самое главное, это, чтобы ему удобно было. То есть, ну, если только так выдвигаться, может быть, завтра прилетит фея на голубом вертолете, все резко поменяется, мы опять вернемся к глобализации и так далее. Ну, пока вот так. Куда проще всего войти, сейчас уже никуда, ну, то есть, если вы входите из разряда, я прошел курсы на какой-нибудь там, не будем называть имена, какой-нибудь там замечательной платформе, берите меня срочно на 300 тысяч, я готов, как бы, хочу вас разочаровать, но ничего хорошего вас не ждет. И в этом плане тут надо готовиться к марафону, возможно, к марафону с высшим образованием, вот, сейчас еще пока, наверное, вполне себе можно проскочить, но вот, я говорю, еще лет пять, и все, только через вышку, только с самого детства, и просто люди, которые не имеют всего этого, они просто не будут вывозить конкуренцию. Поэтому нет простого входа, у iOS, с одной стороны, уходит iOS-приложение, соответственно, iOS-разработчиков необходимость сокращается, да, на рынке, а с другой стороны, туда, в принципе, почему всегда было проще войти в iOS, как мне кажется, потому что тебе надо купить MacBook, тебе надо купить iPhone, это очень дорого, не все могут себе позволить, меньше специалистов, они больше нужны, и очень долгое время сохранялась тенденция, что у iOS-разработчиков зарплаты в среднем повыше, чем у Android, потому что их сложнее найти. Сейчас уже выровнялось, одинаковые зарплаты, и, ну, в IT везде одинаково сложно. А, кстати, насчет проприетарных систем, я еще добавлю немножко, то, что тут я ожидаю некоторый бум кроссплатформенной разработки, потому что, если у тебя бизнес, даже в таких условиях какой-то бизнес все равно будет глобальным, и ты захочешь выходить на другие рынки, и если худо-бедно позволить себе держать два отдела Android и iOS-компании еще может позволить, то держать, не знаю, там, семь отделов, но так ни один меняемый бизнесмен делать не будет. И даже с двумя платформами все равно мы видим расцвет и бум кроссплатформенных технологий. Они просто сырые вначале были. Современные Flutter, Kotlin, Multi-Platform, они очень крутые, то есть они очень быстро рынок захватывают. Даже Aurora, да, они адаптируют Kotlin и Flutter, в том числе и под себя. И вот ты написал приложение, и оно тебе доступно для всех операционных систем. Выбирать надо, во-первых, то, что интересно, ну, то есть самому. Допустим, ты пользуешься iPhone, тебе прикольно будет на iPhone приложение делать. Если ты пользуешься Android, то, наверное, на Android. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, я бы вообще выбирал обе платформы. То есть я бы изначально учил с прицелом на то, что ты можешь легко свичнуться. Потому что ты же таким образом себе делаешь, как бы, ну, не в два раза больше вакансий, но существенно увеличиваешь их количество. То есть тебя могут и туда взять, и сюда взять. Ты можешь и сюда податься, и сюда податься. Но это тоже увеличивает уровень входа. То есть тебе же нужно учить в два раза больше. А один из самых частых комментариев, который я вижу, это как я все это запомню. Вы что, с ума сошли? Там вот такой список библиотек, который для начала нужно освоить. А вот тебе второй список еще. Ну, в первую очередь, это помогает с точки зрения найма. То есть я говорю, у тебя больше предложений. Я в свое время, ну, за свою жизнь успел поработать как Android-разработчиком, так и iOS-разработчиком. Я имею в виду чистым. Потому что редко, когда в компании нужно и того, и того. Ну, и такое тоже было. Когда я приходил, и меня брали именно за счет того, что я могу все написать. Допустим, часто бывает ситуация, что компания в целом не сильно торопится. Ей нужно просто, чтобы кто-то этот продукт сделал. Им не важно, он сделает это за три месяца, например, или за шесть. Да, то есть, ну, не принципиально важно. Но зато им гораздо важнее, что эти, там, они потом, когда, ну, когда это все будет сделано, они будут платить одному человеку, а не двоим, например. Потому что поддерживать, если, допустим, нет какого-то прям сильно бизнес-развития, просто поддерживать платформу, периодически что-то докидывая, опять же, не торопясь. Это, ну, это может, да, человек, но для этого он должен обладать компетенциями и iOS, и Android. А таких людей очень мало. Поэтому такие люди, это тоже определенная ниша рынка, да, которую вы себе открываете таким образом. Ну, мне кажется, рутинными, условно, тебе дали дизайн, тебе дали опишку. Вот ты сидишь, верстаешь экран, приклеиваешь к ней опишку. Это рутинные задачи. Иногда, правда, очень хочется на них перейти, чтобы отдохнуть от всего, просто поделать. Ну, это, да, вот это, наверное, рутинные задачи. А ты отдыхаешь когда-то, да? Да, да, потому что там мозг вообще не думает. То есть ты прям на полном автомате пишешь практически. Мне нравится здесь мнение Артемия Лебедева. Ну, вот он, у него периодически этот пост в его телеграм-канале возникает, что профессионал, он отличается тем, что он может выдать тебе 100 одинаковых картинок. Ну, тем не менее, картинок, дизайн, я уж не помню, что он сказал. То есть он, а вот непрофессионал, он будет каждый раз пытаться что-то там внести, ему скучно работать, ему неинтересно и так далее. Профессионалу, если он профессионал, ему можно дать, не знаю, там, дизайн приложения, а это там под 50 экранов, условно говоря. И он их сделает копейка в копейку, как это в дизайне. Он ничего своего не внесет, ему не станет скучно миллионный раз эту там карточку делать и так далее. Вопрос, сколько он денег за это возьмет, это отдельный вопрос. Но он сделает тебе вот как тебе нужно. Задаст все, какие нужны вопросы заранее и так далее. Для него это, ну, не будет рутинный такой, ну, то есть он там не сойдет с ума от этого. А вот любитель, да, ему надо, чтобы обязательно было интересно, чтобы вот там здесь, может быть, что-то по-другому сделает. Это по стилю кода, это видно просто вот невооруженным глазом. Если ты смотришь на исходники, а там 7 функций одинакового типа названы совершенно по-разному, ты понимаешь, что перед тобой, ну, как бы любитель. Вот, если ты видишь, что у тебя там все как практически в армии по линеечке, по пакетам разбито, вот здесь это все названо, все функции имеют одинаковое название, все классы тоже там, в каждой из них ровно по 300 строк, в каждой функции там по 25 строк и так далее, ты понимаешь, что да, скорее всего, профессионал. То есть почему? Потому что, ну, вот я, например, пишу, первое, с чего я начинаю, это с архитектуры. То есть я выстраиваю архитектуру, вот те самые правила игры, да, по которым я дальше буду писать, а потом я просто сажусь и 50 экранов, поехали. Да, ну, творчество есть, безусловно. Оно есть в создании этой архитектуры, ее же надо придумать, это непросто. Есть задачи нетривиальные. У меня есть хороший показатель, я говорил уже, что люблю под видео смотреть. Если мне для того, чтобы пришли задачи, приходится вырубить видео, потому что оно меня отвлекает, я понимаю, что задачи, ну, надо подумать, короче. Тоже определенное творчество. То есть если ты хочешь творчества, иди в какую-нибудь робототехнику, иди в какие-нибудь там разработчики библиотек, там творчество вот так будет. Там вообще ни одной похожей задачи не будет, в принципе. Но не знаю тут, как говорится, кому как. Не могу, я же в компаниях работаю. Я могу сказать, что почти во всех приложениях, ну, даже очень крупных, есть так называемое дебаг-меню. То есть в мобильных приложениях надо тестировать, надо какие-то, ну, типа, условия воспроизводить прямо на самом телефоне. И разработчики всегда делают дебаг-меню. Там, как правило, находятся так называемые фичи-флаги. Например, это какой-то функционал, который выключен, и его надо включить, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. Иногда это бывает нужно даже на продовой сборке. И оно почти всегда есть во всех приложениях крупных. А насчет пасхалок у себя я обычно кредиты где-нибудь закладываю там очень глубоко. Типа, вот, такие чуваки писали это приложение. Ну, это если про свои какие-то вещи говорить. Вот тут есть одна особенность. Мобильное приложение – это архив, который ставится тебе на телефон. Соответственно, там вот как не выкручивайся, отдельные релизы сделать не получится. В итоге все равно все должно быть слито в этот архив, и этот архив должен быть залит. Поэтому чаще всего тут подходят с так называемыми релизными поездами. То есть выбирается определенный интервал, ну, скажем, там две недели или месяц. И вот все знают, что вот, допустим, там в эти даты, как правило, даже прямо расписание составляется, в эти даты поедет релиз. А там дальше команды просто работают под своими вот этими фичи-флагами. И дальше вот то, что они успели за этот период сделать, оно уезжает с ближайшим поездом. То есть вот таким образом разруливается многокомандность обычно. Потому что, ну, понятно, что если у тебя приложение там уровня Яндекс.Го или какой-нибудь там Тинькофф, то, конечно, там одна команда это... Это либо команда будет вот такого размера, либо это будет несколько маленьких команд. Ну, это зависит от модели ветвления. То есть, как вы в команде договоритесь, есть так называемый trunk-based development. Это когда у вас одна ветка, и вы все в нее контрибуете, тогда у вас весь код закрывается фичи-флагами в момент разработки. И до тех пор, пока фича не готова, он не снимается. То есть там может попасть кусочек какого-то кода, какой-то фичи, да? Может попасть вся фича, может половина. Ну, в общем, как вот и пошел релиз трейн, так оно и попало. Есть, соответственно, когда по фичи-веткам все это делается. Вот тогда действительно делается отдельная ветка, в ней все делается, она проверяется и только после этого заливается. Мне больше нравится первый подход, потому что вот в подходе с фичи-ветками очень много мерш-конфликтов потом. То есть представим, что у вас там, допустим, 10 команд, каждая поработала свои фичи-ветки, потом их все равно в какой-то момент надо слить. И тут могут быть очень такие сильные изменения. Лучше, транк-бейс-девелопмент требует чуть больше дисциплины, но мне кажется, лучше вот этот момент пережить, и потом все привыкнут работать с фичи-флагами, это будет процесс выстроенный, там новые разработчики будут приходить, их сразу будут учить, как правильно делать. Чем каждый раз вот до бесконечности с этими мерш-конфликтами возиться. Мне вообще больше нравится библиотеки делать в последнее время. Сидеть просто какие-то, ну, типа, деф-ту-деф, то есть от разработчиков к разработчикам, не к конечному потребителю. Хотя какое-то время назад я любил именно вот приложеньки для потребителей делать. А так, да, в общем-то, без разницы, и так можно, и так можно. Конечно, все, когда начинают, они хотят работать для B2C, потому что, ну, это вот мама, я тут сделал, смотри, то есть можно похвастаться, объяснить, чем ты там занимаешься, потому что объяснить неэтишному человеку, чем ты там занимаешься, это невозможно просто. Ну, и плюс ты влияешь, как бы, вот, особенно крупное какое-нибудь приложение делаешь, типа Яндексовое, да, то есть ты влияешь на десятки миллионов людей. Это как вот, ну, как, тоже известность своего рода, вот такая странная, неизвестная известность. То есть никто не знает, что ты это делал, но ты влияешь на десятки миллионов людей. И с этого все начинают. Потом проходит какое-то время, ты сделал несколько вот таких B2C-приложений, у тебя вот эта вот эйфория некоторая пошла на спад, то есть ты уже для тебя становятся рутинные, заливка, CICD, проверки, автотесты, pull request и по новой, по новой, спринт, спринт за спринтом. Ну, у меня так было, я не говорю за всех. Потом начинает быть интересно делать для сотрудников, потому что у тебя от сотрудников есть, как сказать, полноценный фидбэк. Ты можешь с ними поговорить, можешь сделать исследование, выехать. Ты понимаешь, что ты людям не просто там, допустим, помогаешь такси вызвать, что, конечно, хорошая тема, да, хотя комментарии, если посмотреть к приложениям, это всегда будут, ну, очень негативные комментарии. Ты помогаешь людям делать свою работу. То есть, наверное, это связано отчасти даже не с самой разработкой, а с некоторым взрослением. У тебя уходит эта вот мишура, правда, некоторые так и в 50 лет, как говорится, малолетние дебилы, да, вот это вот. Со временем взрослеешь, у тебя уходит вся шелуха, связанная с «Вау, круто тут, там, там», да, и у тебя остается какие-то, тебе хочется делать какую-то пользу, приносить, тебе хочется, ну, такими вещами заниматься. Со временем тебе хочется, вот, например, помочь людям облегчить их работу. Это настолько благое дело, которое ты понимаешь, что когда ты сам отработал, там, скажем, лет пять хотя бы, то есть, вот, когда ты понимаешь, что ты иногда приходишь вечером домой, а у тебя просто мыслей нет, вообще ни о чем не думаешь, и ты понимаешь, что ты хоть немного можешь сделать жизнь этих людей лучше и проще, не всегда, правда, лучше и проще, судя по отзывам, но, как сказать, по крайней мере, ты пытаешься. Это дорогого стоит. А потом, через некоторое время, опять же, у меня так произошло, тебе вообще не хочется с людьми больше работать, тебе хочется работать с разработчиками. Не совсем люди, специфические люди, скажем так. Потому что ты, как бы, погружаешься еще глубже, ты начинаешь видеть, как вот ты, ну, если, допустим, человек делает B2C, да, и влияет на десятки миллионов людей, например, то делая какую-нибудь библиотеку Log4j, я, опять же, к примеру говорю, ты влияешь на сотни миллионов людей, потому что эта библиотека Log4j будет в каждом продукте, который влияет на эти десятки миллионов людей. И ты делаешь, да, опосредованно пускай, это как вот с учителем, да, с профессией учителя, то есть, если заслуга, например, в Нобелевской премии, да, вот Нобелевских лауреатов, в их учителях, они же их этому научили, по идее, как-то опосредованно у них тоже, ну, тоже заслуживает, да, кота, там, почести и так далее. Вот, и здесь очень похожая история. Ну, и плюс, опять же, еще взрослеешь, еще сильнее шелуха уходит. Анекдот такой есть смешной, что сидят два буддийских монаха, такие, там, типа, день сидят, неделю сидят, просто сидят так вот и смотрят куда-то там. Вот, день сидят, два сидят, неделю сидят, там, уже месяц сидят, вдруг один из них спрашивает, что ты делаешь? Ну, второго спрашивает, говорит, смотрю, как листва на деревьях растет, ну, суетишься, значит, все еще. И тут такая же история, то есть ты становишься повзрослее, у тебя как-то эта суета постепенно уходит, и ты хочешь создавать вот какие-то... А если у тебя еще есть такая история, что ты хочешь войти, ну, в историю, скажем так, сделать что-то вот прям вау, то это 100% в Dev2Dev, то есть ты 100%, ну, у разработчиков. У продуктов, понятно, делает, скорее всего, запуск какого-то очень крутого продукта, как вот Илон Маск, все его знают, понятно, что сам он эту ракету не собирает, да, но все его знают. То у разработчиков это, безусловно, создание, ну, изобретение, например, транзистора, да, вот изобретение транзистора, это штука, которая разделила нашу жизнь на, там, до и после натурально, то есть мы шли вот так, потом просто хоп, и пошли вот совсем другим путем, то есть изобретение какой-то такой штуки. Не, конечно, надо. То есть надо понимать, во-первых, что любой телефон – это определенный, так называемый, вендер-лог, то есть Android – это собственность корпорации Google, кому бы там что ни казалось. Никаким опенсорсом там даже близко не пахнет, несмотря на то, что есть Android Open Source Project. iOS еще сильнее закрыта, да, то есть там вообще исходников нет. И это накладывает в некотором смысле твой отпечаток. То есть надо понимать, что стержень Тима Кука всегда следит за тобой. Вот, и не только Тима Кука, собственно. Это с той точки зрения пользователя. Я когда слышу там про надежность, что Apple там заботится о какой-то надежности, безопасности и так далее, она заботится в первую очередь о том, чтобы никто другой твои данные не свистнул, кроме самой Apple, собственно. Это да, а вот они себе, естественно, берут все, что им надо. Это один момент. Второй момент безопасности – это доступ вот как раз сторонних. С этой точки зрения приложение, ну это хорошая стандартная Unix, либо Linux подобная система с защищенной memory барьерами всякими, то есть хотя, грубо говоря, каждое приложение стартует в своей песочнице, оно не может просто так пойти через память в другое приложение, да, что-то вынуть оттуда, например, там, данные твоей карты, да, еще что-нибудь. Это да, и плюс есть всякие Face ID, Touch ID, и над этим все беспрерывно работают и так далее. И любой безопасник скажет, что 90% случаев, когда у кого-то что-то украли, это не злобный хакер сидел, это ты сам рассказал свой пароль, свои данные карты, или сам даже по ссылке прошел и все это ввел. То есть это в каком-то смысле социальная инженерия, да. Но, тем не менее, свои векторы атаки есть, поэтому, да, мобильный безопасность тоже. Ну и библиотеки. Это вообще, в принципе, весь софт. Вот Log4J, это настолько показательный случай, хоть в учебники вставляй. Безусловно. То есть у меня столько раз уже был порыв, ну еще же, у тебя же есть друзья обязательно, они всегда тебе скажут, у меня есть идея приложения, гениально. Почти все идеи приложения, которые я когда-либо слышал, это какие-то сервисы, построенные по Uber-модели. Ну то есть есть исполнитель, есть заказчик, а ты их просто связываешь, как платформа. Так вот, там основная проблема не в том, чтобы приложение написать, там основная проблема, ну, бизнес это все связать там и так далее. Почти все, кстати, эти компании, Airbnb, Uber и так далее, нарушают законодательство стран, в которых работают. И это не, ну, не мои какие-то вымыслы, это жалуются конкретные там парламенты конкретных стран. То есть Airbnb, например, вот конкретно в Барселоне, они, по-моему, не платили вообще никаких налогов очень долгое время, то есть за то, что люди, получается, сдают квартиру, получают прибыль и не платят никаких налогов с этого. То есть таких историй очень много. И за счет этого они становятся богатыми, а не потому, что у них приложение классное. То есть это вот такие сервисы, либо сервис из разряда, а сейчас все юзеры давайте, ну, соцсеть, понятное дело, и что-нибудь из разряда, давайте все зальют туда свои фотки или все зальют туда свои истории, а мы будем тоже с этого деньги, соответственно, получать. Как правило, ничто из этого не работает, потому что там, опять же, дело не в приложении. Редко очень, вот очень простой тест, как оценить свое приложение на адекватность. Вашему приложению нужен интернет? Если да, то, скорее всего, это говно. Если ваше приложение может работать без интернета, выполнять свою полезную функцию, вот это вы наткнулись действительно на бриллиантовую идею. Ну и таких приложений, естественно, не миллиард в сторе уже, а ряд какой-нибудь очередной блокнот там. Вот. Очень помогает, да, в некотором смысле, какой-то продуктовый подход такой, то есть вначале какую-то гипотезу. Плюс приложение – это еще барьер. То есть, если ты, например, какой-то сервис запускаешь, никогда не надо запускать приложение, потому что это дополнительный клик на его установку. А веб, допустим, какой-нибудь откроется, он там оставит чаевые, да, например. Ну кто будет ставить приложение для того, чтобы оставить чаевые? Оно обязательно вебе должно быть. Поэтому, да, пробовал. Ни один из этих проектов не дошел до стадии какого-то там релиза, хотя бы даже у себя на телефоне. Ну а так, конечно. Как правило, это связано с тем, что я хочу с какой-нибудь новой технологией поиграться. Ну типа там вышел SwiftUI, давай попробуем что-нибудь на SwiftUI сделать. Тут надо говорить не только про SwiftUI, то есть все движется сейчас вот в эти декларативные языки. То есть в вебе это React. Правда там сейчас React постепенно как-то Vue начал вытеснять. Я не знаю просто, я не фронт, да, но возможно Vue это, наверное, тоже какая-то декларативная штука такая. В Android это Jetpack Compose, в iOS это SwiftUI, то есть это некий тренд, куда все двигается. Но из всех вот этих вот трех, SwiftUI это наиболее хреновое решение со всех точек зрения. Сырое, да, особенно вот это, то есть тебе нужно минимум iOS 15 для своего приложения или iOS 16 для того, чтобы начать его использовать. Для мелких приложений или стартапов, окей. Для какой-нибудь компании крупной, в которых там пользовательская база миллионов, там 15 человек, у тебя, ты когда берешь, там вроде iOS 12, когда она там вышла уже, смотришь, у тебя там типа, не знаю, там 1% пользователей, например, от 20 миллионов это, что там, 200 тысяч. 200 тысяч людей, которые тебе платят деньги. Будешь ли ты терять эти 200 тысяч людей, которые тебе платят деньги, за то, что тебе хочется попробовать SwiftUI? Вопросы риторические. Да, в Compose, в смысле в Android он развивается просто бешеным темпом. Compose не требует высокой версии Android, он требует минимальную пятую версию, а это уже давным-давно пройденный этап. Вот, и там просто там бешеное развитие вообще. То есть он даже быстрее, чем Kotlin рынок захватывает, ну, в плане Android. Под Apple Watch пробовал, ну, потому что у меня у самого Apple Watch мне было интересно попробовать. Ну, такое, редко, когда нужно какое-то отдельное приложение. То есть, как правило, достаточно. Единственное, что тебе нужно на часы, это пуши. Ну, там, пуш, что у тебя такси приехало, что у тебя деньги списались, что там заказ твой скоро прибудет, в таком духе. Стоит ли становиться прям таким заточенным разработчиком под часы? Нет, у тебя рынка не будет просто. Работу не найдешь? Ну, да. А просто отдельно приемки, вот именно для часов, это только там единица, да? Ну, прям. Ну, вот из реально полезных, я могу вспомнить только вот это вот activity, которое там пробежку, ну, ты бегаешь, она вот меряет, вот действительно ее ты сможешь на часах. Больше я ничем на часах не пользуюсь вообще. Мне кажется, это обычно не то, что я не хочу больше писать, я хочу менеджмент, обычно это выглядит как я хочу больше денег, но никто мне как разработчику больше денег не даст. А дадут только, если я буду кем-то управлять. Вот. И в итоге, вместо хорошего разработчика, мы получаем посредственного менеджера и отсутствие этого самого хорошего разработчика. Вот случаев, когда человек из разработчика переходил прям в хорошего менеджера, вот прям не просто какого-то середнячка, а прям в хорошего, я таких, наверное, по пальцу могу перечитать, это я лично никого не знаю, просто где-то встречал. К сожалению, если, например, у того же Google есть ветка для инженеров, и там можно по зарплате расти очень круто, будучи, оставаясь при этом инженером, то есть продолжая заниматься там ходингом и так далее, то у нас это сейчас, наверное, только появляется. Во-первых, появляется Диврел история, то есть когда разработчики начинают ходить на конференции, выступать, рассказывать про софт и так далее, и одновременно с этим появляется история про ну там best practice, про знания, и вот человек такой вот хранитель знаний, я не знаю, как объяснить, то есть у него настолько большой багаж, что он практически на любой вопрос может дать ответ. Вот таким людям, наверное, могут заплатить серьезно больше денег, при этом они все равно будут оставаться инженерами. Как-то там подтягиваются и скиллы, такие вот типа играющие тренеры. Вообще с хорошими менеджерами это сложно всегда. Разработчик дорастает до синера, он хочет больше денег, и они вот повально начинают в менеджеров, в тим лиды так называемые уходить. И вот очень высок процент людей, которые никакими менеджерами не являются. Ну то есть если у врача есть какие-то скиллы, у повара есть какие-нибудь скиллы, у разработчика, то и у менеджера должны быть какие-то скиллы, то есть у него должны быть какие-то вещи, которыми он должен владеть. Ну то есть у него должны быть какие-то знания, он может тебе рассказать какие-то вещи, о которых ты не то что не знал, а ты настолько не догадывался, что он тебе рассказывает, и ты понимаешь, что у тебя вообще там мировоззрение меняется. Ну например, ты там рассказываешь то, что в телефоне, например, есть две операционных системы, одна стартует первой и запускает вот эту так называемую гостевую операционную систему, которую мы все называем операционной системой. И человек, который этого не знал, у него в голове просто все меняется, он такой, в смысле две операционных системы? Вот. И там куча вопросов это за собой тянет. А если менеджер тебе ничего такого рассказать не может, то это не менеджер, это говно какое-то. Ну типа он просто называет... Его просто поставили выполнять вот эти функции. Ну с моей точки зрения. И таких очень много, очень много. Вот. Но есть и те, которые вот могут рассказать. Они с разных на самом деле мест вырастают. Есть типичный пример менеджера-инженера, это CTO, да, то есть это человек, который уже сам не кодит, но при этом является менеджером. Вот хороших CTO я видел, ну, значит, такое может быть. Но это очень редкая-редкая история. Кстати, да, на самом деле вот какой-то шеринг акций может быть вариант, как и вариант долгосрочного удержания разработчиков на месте. Но есть же такой момент, что это любой HR подтвердит, что бюджет на найм всегда больше, чем бюджет на повышение зарплат. И для разработчика самый валидный вариант повышения всей зарплаты это скакать с места на место. То есть он постоянно там идет на новое собеседование, там ему спокойно накидывают плюс 50, плюс 100, он вот на новом месте получает. Есть истории про людей, которые на двух работах работают. Я просто почему могу говорить, потому что это публично, есть такой блогер Антон Назаров, он у себя на YouTube рассказывает, как он вот работает, или работает, или работал на двух работах, короче. А сейчас же вообще, как сказать, вот мы буквально пару дней назад прикалывали, что с появлением чат GPT-алгоритма, никто не мешает, на 10 работ устроится, тебе просто дают задание, он тебе выдает решение, ты просто его раскидываешь по всем вот этим. Главное, чтобы митинги не совпадали. Ну да, да. Но тут вопрос в том, что это явно долго не просуществует, если вообще просуществует, но люди, которые, скажем так, следят за трендами, за новинками, могут вполне себе так это... Ну да. Не писать код, наверное, да, ну то есть у него просто времени не будет оставаться, а бэкграунд, ну опять же, если не брать систематическую ошибку выжившего, то в остальном нет, мне кажется, что... Я тут процитирую Илона Маска, он говорит, что любой технический менеджер обязан уметь писать код, иначе это, ну, хрень какая-то. То есть я считаю, что да, обязательно. Мне в этом плане нравится схема, которая в Советском Союзе была, то есть, скажем так, в годах, по-моему, в 50-х, 60-х, вот этот вот съезд народных депутатов, это были люди, которые в свое время были рабочими завода, потом там какими-то руководителями цеха, потом так далее, так далее. И вот они дошли до народных депутатов, то есть это люди, которые вот в отрасли понимают, им даже ничего объяснять надо, они все проблемы знают вот. Даже понятно, что тренды постоянно меняются и все такое, но самое главное, что они знают суть, суть этого дела. А суть у каждого дела разная, поэтому мне вот эта концепция, что главное быть менеджером, неважно, его можно поставить сегодня вот руководить, например, не знаю, там угольной промышленностью, а завтра его можно, например, поставить руководить IT, ну, с моей точки зрения, если вы хотите просрать сразу две отрасли, то это хорошее, хорошее решение. Нет, нет, Кудрин, по-моему, там пошел. А, Кириенко же... Он в ВК. ВК, да. Ну, это его сын, ну, то есть, не сам, да. Там старший Кудрин ездить? Да, да, обычный, обычный Кудрин, да, да, да. Вот, а Кириенко, это и сын, он до этого в Ростелекоме работал, до этого еще где-то, то есть у него... Мне в этом плане больше всего нравятся наши вот Минцифры, которые Максут Шадаев, он, по-моему, по-моему, он на плюсах писал, я могу ошибаться. Но вот просто по тому, как он говорит и какие вот, ну, там, заявления делает, как стрим, как он, в принципе, организовал свою работу и даже как он одевается, видно, что это человек, который, ну, как бы из IT. То есть, и я элементарно на бытовом уровне даже, как вот сам разработчик, я ему доверяю, потому, ну, больше доверяю, да, потому что, ну, вот, меня заставить поверить, что человек, который там никогда в жизни, ни дня в своей жизни строчки кода не написал, ни в одной компании не поработал, может быть хорошим министром цифрового развития. Ну, не знаю, для меня это что-то невероятное, то есть я никогда ему доверять не буду. Вот, ему нужно будет сделать там просто целый ряд офигенных решений, после чего я скажу, ну, да, наверное, я ошибался. У вас, да, сослуги, он и охерительные. Да. Это один из лучших мире, если посмотреть страны. Мне кажется, мало есть там, которые... Наверное, Юго-Восточная Азия, там, вот что-то типа того. Китай, может быть, я не знаю, я вот не был в Китае, потому что он будет сослугами, но... Ты знаешь, кстати, что в Эстонии или в Латвии, я не помню, тоже очень хорошо это развито прям. Ну, это, наверное, зависит в первую очередь от каких-то политических предпочтений, особенно сейчас. То есть в плане того, что там сейчас многие по... Ну, мыслят не в разрезе там профессии или еще что-то, а по политическим взглядам. Но если, например, этот отбросить и оставить только профессию и все остальное, то это же зависит от кучи факторов. То есть, например, человек... у человека семья и трое детей. В принципе, я не вижу какой-то особой проблемы, например, даже в таком случае переехать куда-то, если тебе сделали хорошее предложение. Ну, например, там, ты прошел собеседование, тебя позвали в Google, условно говоря, тебе там всегда хотелось работать в Google, дали хорошую зарплату. Почему нет? Опять же, тебя же там никто гвоздями не приколотит, да? То есть захочешь, ты вернешься или поедешь вообще в другую страну и так далее. То есть я в этом плане так к этому отношусь. Но я всегда против подхода из разряда уехать, лишь бы там что-нибудь я на месте заработаю. Ну, потеряешь свою жизнь, потеряешь вообще все, все деньги и так далее, будешь работать там, начинать все заново. Ну, кому-то, может быть, нравится, я не любитель такого. Вот. У нас с вакансиями специалистов, я подчеркиваю, это важный момент, не в айтишниках, в которых орды, а именно специалистов, у нас с ними все великолепно. И, скорее всего, будет только улучшаться именно с вакансиями. Известный парадокс, что в стране якобы не хватает один миллион айтишников, да, но при этом ты можешь годами искать работу, он как раз связан с тем, что не хватает специалистов, то есть людей, которые в своем деле хороши, мастера. Понятно, что специалисты, они тоже из них получаются, да, но кто-то, кто-то вот проходит через это сито. Поэтому работу найти у нас будет не проблема. Сейчас я очень много слышу про то, что, ну, там, про чебурнет, про то, что у нас сейчас там ничего не останется, будем, короче, программировать лопату, в общем, на языке земля, да, в чем-то таком духе, короче. Тут такой интересный момент, то, что, про импортозамещение, как вообще происходит реальное импортозамещение, потому что люди, мне кажется, даже не представляют, как этот процесс выглядит. Вот у тебя есть компания. Компания зарабатывает N миллионов в, там, не знаю, в месяц, например, и тут от нее уходит какой-нибудь, ну, давайте возьмем не Slack, который, в принципе, пофигу, а какой-нибудь сервис типа Динатрейса или типа Кавка, что-нибудь, только, короче, такое серьезное, фундаментальное, то, что обеспечивает реальный, так называемый, бизнес-континьюати. Что в таком случае будет делать компания? Ну, естественно, она не закроется, это ясен пень. Она будет искать начальное решение среди, например, российских поставщиков. Допустим, такого решения нет, потому что у нас мало решений своих, вот, очень мало. Тогда практически на любой из, ну, на любой из сервисов платных есть сервис open-source, который будет хуже, он будет не обладать какими-то там характеристиками, с ним намучаешься и все такое прочее, но он бесплатный. Ты можешь его себе склонировать, поставить в свою инфраструктуру и запустить, и это будет работать. То есть, твой бизнес, он не прервется. Возможно, он потеряет какие-то деньги, возможно, вы вместо того, чтобы заниматься вот этой хренью, лучше бы, там, занялись чем-то полезным и так далее, так далее. Но он не умрет, он там получит какую-нибудь небольшую просадку и опять вернется. Соответственно, раз вы будете работать на вот этом вот сервисе, то вы его будете допиливать, потому что, ну, хотя бы до того же состояния, что вот у вас до этого было, да? А раз, ну, то есть, если мы говорим про проприетарный сервис, то его, как обычно допиливают, ты создаешь тикет, в зависимости от того, насколько ты большой пакет, да, взял. Ты создаешь тикет и под тебя делают какую-то задачу, долго, муторно, а тут у тебя свой собственный софт, который ты можешь вообще гнуть, как тебе хочется. Можешь вот эту функцию добавить, можешь вот так добавить, вот так добавить. Естественным образом это приведет к тому, мне вот что не нравится в последнем вот нашем IT, да, то, что у нас очень много слияния компаний происходит. То есть, у нас раньше было вот такое прям разнообразие, а теперь остаются прям вот гиганты. Тинькофф, ВК, Яндекс, Бер, я вот сейчас даже не назову кого-то пятого. Раньше, например, тот же Delivery, он был у Майла, ну, ВК, да, текущего, а Яндекс, лавка была у Яндекса. А теперь они слились. Ну, то есть, у тебя вся еда, по сути, контролируется одной компанией, да. Самокат, да, классно. Ну, то есть, я за то, чтобы вот, чем больше таких сервисов будет, тем нам, как потребителям, лучше будет. Вот, но, тем не менее, такие компании, они, естественно, чтобы получить прибыль, в том числе и с этого, они это решение, там, как-то упакуют и выдадут на рынок в виде готового, например. И у тебя вот этот реестр компании, потому что, ну, не все могут позволить написать такой софт, да. У тебя реестр пополнится каким-то крутым софтом, а чё-чё, а крутой софт у нас делать умеют. Я очень надеюсь, что когда-нибудь атласиновский стэк этот поганый сдохнет, наконец, с этой жирой и конфлюенсом, и это заменится на что-нибудь человеческое. Это просто, ну, я им не пользовался, но я к тому, что вот, это хороший момент для того, чтобы заменить вот эти вот все сервисы. Надо будет попробовать. Ну вот, то есть, да, импортозамещение будет продолжаться, и это всё кому-то нужно будет пилить. И вот тут просто вырастет эта кривая входа, то есть, нужны будут реально специалисты, которые могут прийти и запилить такого уровня софтину. Поэтому работы будет хоть отбавлять. То есть, момент, который, мне кажется, многие не понимают, то, что по сути, главное для того, чтобы это всё развивалось, не важны санкции, не важны, ничего не важно. Важен приток денег, важен приток денег извне. То есть, все деньги, которые мы имеем внутри страны, так же, как и внутри планеты, это просто перекладывание из одного кармана в другой. Богатая или бедная страна зависит от того, сколько денег в неё поступает снаружи. Соответственно, она, больше денег мы, допустим, у меня 100 рублей, у тебя 100 рублей, да? Ты из моего кармана, из своего там кармана мне переложил 50, у меня стало 150, у тебя стало 50. Вот я стал богат в страну, а ты стал бедный. Вот, соответственно, таким вот образом мы получаем вот это вот динамическое, да, там, равновесие между странами. Я, конечно, очень упростил, но смысл в том, что, да, деньги поступают, и поступает очень много. Соответственно, с этим проблем нет. И эти деньги конвертируем мы в какие-то конкретные машины, айфоны и всё такое, без параллельный импорт. Вот, и поэтому, если вы специалист, если голова на месте, я не вижу никаких проблем с поиском работы внутри России, вообще никаких проблем нет. Субтитры сделал DimaTorzok